Я командир орудия был. 2,65 гаубицы. Зенитные комплексы накрывали вместе с расчетами. После того, как отработали цели, вернулись на постоянный пункт дислокации, видно, с дронов нас отследили. И пошел прилет ураганов. Я успел заорать в укрытие и рухнуть плашмя. И вот у самой земли меня швырануло в сторону. То есть упало прям рядом. Продолжать служить. Какие еще планы? У нас есть наш народ. И должны быть люди, которые способны его защитить. Эта военная жилка, она в нем всегда сидела. Он пытался поступить в военное училище в Псков, но по независимым от него причинам он не смог поступить. Но все равно он добился защищать Родину, как он и мечтал, чтобы здесь дома было спокойно, чтобы дети, родные были в безопасности. Единственная моя заслуга – это опыт. И офицеры охотно прислушиваются, как размещать технику, куда уводить людей, чтобы в случае поражения людей сохранить. Эмоции, они должны быть отключены. Есть ты, есть цель, есть приказ, который ты должен выполнить, несмотря ни на что. Беспокойство и страх за жизнь сына никогда не уходят. Хоть сколько бы их ни было, этих операций, он так решил, он так сделал. А я только полностью его поддерживаю. Говорю, мам, сейчас уже пора праздновать. Говорю, живой, здоровый, все хорошо. Говорю, живой, здоровый, 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 здоров